Арендуешь квартиру в Турции и вдруг собственник стал требовать цену вдвое, а то и втрое больше, ссылаясь на инфляцию или высокий сезон? Не спеши платить или искать новую квартиру. Узнай свои права. Начнем. Погнали. Всем привет! Вы на канале Turki Space. Я Олеся. Я Владимир. И сегодня мы вам расскажем о порядке повышения арендной платы в Турции. Записали для тебя маленькую, но очень важную заметку, которая сбережет твои нервные клетки и время. Так что подписывайся и смотри наше видео. Так как многие иностранцы сталкиваются с проблемой повышения аренды под угрозой платили-съезжаем, особенно с наступлением туристического сезона. Слушай внимательно. Можешь даже записать. Согласно закону о долговых обязательствах, рост арендной платы регулируется в соответствии с индексом потребительских цен и не должен его превышать. Во внимание берется значение на текущий момент времени. По состоянию на апрель 2022 года этот индекс составляет 29,88% и пока не менялся. То есть по истечению срока договора аренды или пролонгации договора на тот же срок, собственник квартиры имеет право повысить арендную плату не выше данного показателя. К примеру, твоя арендная плата составляет 5000 лир. Таким образом, 5000 лир умножаем на 29,88% и получается 6494 лиры. Это максимум, который с себя могут взять. Больше собственник не имеет права требовать. Также, как правило, в договорах аренды предусмотрят пункт о повышении арендной платы и составляют в основном не более 10% за каждый год аренды. В данном случае, если собственник не претендует на большее, то арендосъемщик обязуется выплачивать в последующий год арендную плату с учетом прописанной индексации. Запомни этот пункт турецкого законодательства и не спеши с легкостью расставаться со своими деньгами. Теперь ты знаешь, что тебя не смогут обмануть в Турции и развести на большую арендную плату, чем есть на самом деле. Всем пока! Не забывайте подписаться на канал. Всем пока! Много хорошей информации. Подписывайся!